всем большой привет как я и обещала я начинаю запись своих мартовских стартов и первая работа которую я начну буквально с 1 марта это будет авторская схема под кодовым названием нарцисс и но в оригинале она имеет другое название называется на цветы поэтов автор ирина лосева эта схема бесплатная скачала ей вконтакте не помню уже когда но наткнулась на нее и вообще взяла за правило схемы которые мне нравятся я скачиваю сразу впоследствии конечно я иной раз удаляю схемы из той же саги потому что понимаю что уже на сегодняшний момент я это отшивать не буду и также взяла себе за правило тут же переименовывать файл и писать его оригинальное название кто дизайнер потому что раньше я как-то это обходила стороной а в итоге потом когда знаете ты рассказываешь о той или иной работе или выкладываешь фотографии в instagram то судорожно начинаешь искать кто же автор того или нового дизайна это нам не очень уважительно к самим дизайнерам поэтому да я и справляюсь в этом плане тоже и так нарциссы на их я буду вышивать на линде белого цвета собственно уже натянутая на станок и как обычной иголочкой я отметила место старта начинаю я с правого нижнего угла посмотрите какая замечательная палитра но действительно нарциссы желто-зеленые с небольшим вкраблением оранжево и здесь даже имеется фиолетовый цвет я нарезаю не сразу вот знаете как рекомендует сага какие-то пасмы у меня уже были на бобинках их я соответственно сняла и навесила что-то отрезала целенаправленно но и по ходу вышивки если какие-то цвета мне еще нужны будут я их взять надо режем вот здесь вот части мулинея я не развешивала потому что во первых здесь бленды а также помоят у кого-то этот цвет не весело потому что он используется только в бэкстич и как видите органайзер я выбрала тоже такой зелененький весенний ну да хочется уже тепла солнышком и пробуждение цветов сами нитки я организовала в свою коробочку тканевой картонаж когда-то делала вот нитки dmc игольница ножницы и здесь у меня уже нитка подготовленная для натяжки я не знаю конечно удастся ли мне успеть за неделю отшить этот дизайн это мы узнаем чуть позже но конечно бы хотелось его отшить и уже оформить готовую рамку и повесить на стену посмотрим как она пойдет на этом с вами я прощаюсь и увидимся для вас через мгновение а для меня через неделю прошла неделя я к вам со своими продвижениями как вы видите закончить эту работу мне не удалось буквально не хватило два дня по подсчетам программы то есть как вы видите за 9-10 дней можно вполне отшить эту работу но она по сути-то и небольшая она вот как раз к этих двух дней не не хватило но ничего страшного закончим в апреле будет конечно забавно если март у нас с вами это месяц стартов апрель будет месяц финишей но в этом я сомневаюсь по крайней мере все те работы которые я начну в марте вряд ли я их закончу в апреле что хочу сказать по этой работе вышивать ее мне очень нравилось было интересно вот этот вот весь фон и не брать если не брать во внимание стебельки самих цветов он вышивался очень легко здесь присутствует полукрест и крест в одно сложение соответственно фон летел очень быстро когда уже я перешла к самим цветочкам здесь уже скорость немножко уменьшилась потому что я выкладываю крестики здесь есть участки как побольше так и поменьше есть небольшие группки одного цвета но как-то вполне легко все отшивалось поэтому особых никаких трудностей я не испытала как видите бэкстич я отшила уже по ходу дела мне так нравится больше я соглашусь есть некая магия когда отшивается сначала все крестики полукрестики а только потом вышивается бэкстич и так сказать есть фотография до и после но во первых это не ко всем работам относится и в частности касательно меня я люблю баксич отшивается по ходу работы мне нравится когда элементы обретают свои очертания и на них непосредственно уже можно любоваться а не ждать когда закончится все стежки но в данном случае бэкстича не так много он присутствует вот здесь такие до стежки белого цвета я выполняла лонг стич никаких закрепок нет вот если я до аккуратненько проведу я надеюсь что это все останется работу кстати я стирать больше не буду саму основу я стирала до вышивки и по моим дальнейшем подсчетом она подсела на пол сантиметра с обоих сторон каждый стежок я закрепляла в начале и в конце ниточка была достаточно хорошо натянута и я надеюсь что когда впоследствии работа будет уже натягиваться на картонку вот этот эффект прямых линий он сохранится немножко вот здесь кажется что пошло волнами но она так и есть это из-за вот этих крабиках опять же надеюсь что натяжка это все исправит и далее что касательно бэкстича уже я обрамляла лепестки нарциссов сердцевинки и накрутила французские узелки кстати в этой работе французские узелки как по мне получились наверно самыми идеальными самыми простыми бывало знаете в работе когда какой-то узелок не получался и потом ты распутываешь эту ниточку потому что то на самой ниточке завязывается узелок но он мог либо провалиться либо попросту не такое красивое как тебе бы хотелось а в этой работе как-то все так легко одним движением руки у меня получились все эти французские узелки этому я конечно рада здесь присутствует бэкстич как в 2 так и в одно сложение и в частности вот вот этот фиолетовый цвет я выполняла выкладной нитью чтобы линии были максимально плавные как это может получиться что касательно оранжевого бэкстича я сначала отшивала бэкстич в одно сложение ниточки потом закрепляла эту же ниточку и уже потом отшивала бэкстич в две ниточки и также крутила французские узелки поэтому в этом плане нет никаких дополнительных 10 там закрепок все выполнялось скажем так одномоментно так получается мне нравится и если поначалу когда я отшивала именно вот этот нарцисс как-то не то чтобы меня смущали фиолетовые оттенки но как-то так как мне казалось насколько они здесь уместны но вот отшив данный цветок и последующие и именно на расстоянии мне очень нравится эффект какой получился по крайней мере как это вижу я что вот этот нарцисс вот тут лепесток для опять же для сравнения они такие знаете как более холодные получились белые да вот с таким налетом фиолетового а последующие нарцисс они уже более знаете такие кремовые более теплые хотя по сути это одни и те же цветы может быть так падает свет на данную схему ну или на данную иллюстрацию по которой была создана эта схема либо просто разные виды нарциссов но в любом случае мне нравится и кстати я именно на эту схему наткнулась просто на file pm то есть я не видела отшива и это уже не первый раз когда не видя отшива мне нравится схема и результат меня тоже вполне радует с этой работы пожалуй все я ее откладываю и уже финишировать с ней буду в апреле а сейчас вам покажу мой следующий старт и следующий мой финиш он будет отшиваться на пластиковой основе по обложке вы наверняка узнали это всем известный набор от dimension в моем случае это китайская реплика вот такой домик а точнее два домика такая вот улочка из двух домов с деревьями кустами все как полагается ниточки меня организованы на дубку здесь по моему а нет это в какой-то другой работе было прям 36 а это в моем морском сэмплеры простите здесь получается 18 цветов вот тут вот я продублировала цвета которые находятся соответственно параллельно потому что их очень много и мне не хочется навешивать прям большое количество пасом чтобы не травмировать органайзеры все-таки он планируется не только для одной работы но и для каких-то последующих нитки организовала таким образом вот еще не вышивала не выдергивала но в принципе у меня есть опыт отшива китайскими нитками поэтому я не думаю что для меня это будет что-то новенькое вот здесь в пакетике сама надпись welcome из проволоки сама схема цветная и в наборе также был листик как я понимаю это клеющаяся бумага видимо таким способом прикрыть задник вот но у меня немножко другая идея вы видите что здесь нет самой основы и она пошла в ход для другой работы потому что в данном случае у меня есть некая идея в плане вышивки я хочу сделать многослойную вышивку эта идея родилась относительно давно она родилась не вчера и я так сказать вынашивала эту идею и вот именно сейчас наверное пришло время что я хочу сделать я хочу отшить так сказать первым слоем это заборчик как видите будет три детальки забора далее будет отшиваться дома и далее на третьем соответственно в куске пластиковые канвы будут отшиваться деревья и потом посредством бутерброда они будут собираться я думаю прокладывать между слоями или фетр или синтепон надо будет смотреть у меня есть такой плотный синтепон чтобы наблюдался вот некий объем чтобы не просто вот слой на слой накладывался а чтобы еще был небольшой отступ мне кажется так будет гораздо интереснее вы понимаете что на такую задумку мне пластиковые канвы понадобится больше чем просто кусочек который был приложен в наборе и дело в том что так он вам она визуально отличалась от той на которой я буду вышивать к слову я буду вышивать на гамме у меня другой канвы нет кто-то предпочитает дорис но у меня что есть то на той и буду вышивать и получается что гамма она скажем так оттенок белый уходит по прозрачности нежели так анваз набора к сожалению она уже отшита и я не могу вам показать сравнение но поверьте нас вам поэтому буду использовать свои запасы и соответственно вышивать так как я начну с заборов давайте поближе еще раз покажу вот здесь вот присутствует изгородь как видите это бэкстич черной ниточкой он вышивается в четыре сложения я искала нить перли черного цвета в принципе пятерочка сюда бы вполне подошла чтобы сделать именно выкладной нитью мне кажется тогда так будет смотреться аккуратнее и красивее ну и принципе я люблю выкладную нить я такой нитки не нашла потом скорее всего я буду крутить до самой делать эту выкладную крученую ниточку и вот так же вот здесь вот выполняются французские узелки для этой цели и я приобрела бисер 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 тоха но здесь и бисер бисер буха вот и ведь он такой квадратненький то есть не кругленький именно квадратники я посмотрю как у меня будет получаться его пришивать возможно получится пришить именно вот так вот гранями чтобы он был такой квадратный это будет видно по ходу отшива может быть я оставлю как и задумывалась французские узелки но для начала надо отшить этот забор и к чему я и буду приступать и увидимся с вами опять же через неделю я как-то упустила момент обозначения даты поэтому сегодня у нас уже 14 марта соответственно прошла неделя с моего предыдущего кадра я вам хочу показать что я успела на вышивать за эту неделю у меня вышелся первый домик розовый и заборчик часть забора я вам сейчас поближе покажу как это будет в итоге собираться потому что да вы видите что здесь соответствующие просветы и соответственно наш забор как это сделать вот одна часть и вот 2 примерно это будет выглядеть вот так уже чувствуется некий объем несмотря на то что я не прокладывала изнанку фетра еще ничего этого не делала и я вообще в раздумьях делать ли это или нет потому что здесь как видите и присутствует прозрачный край пластиковые канвы и насколько фетр будет здесь уместным либо надо смотреть по оттенку ну в общем оставим это на потом но думаю смысл в умой уловили да то есть и моя идея она была таковой чтобы вот эти детальки сделать объемными и соответственно как у меня растопырена пальцы и соответственно вот это вот зелень и соответственно вот это зелень деревья и нижние кустики это будет еще один слой 3 в этой такой объемной композиции по поводу забора я скрутила 4 нитки и выложила между на сколько это видно но в принципе получилось аккуратно но как видите я еще не пришивала бисер я так еще не определилась будет ли это бисер или все-таки французские узелки и этот момент оставила на потом мне как-то хотелось больше именно вышивать крестики обрамлять бэкстичем и посмотреть что же получится результатом за неделю и я довольна это как по мне очень хорошо очень хорошо получилось в общей гамме то где-то 44 процента по моему или 42 в общем около того дальше мне предстоит вышить голубой домик и уже зелень на отдельном куски основы но это уже будет скорее в апреле и кстати у меня появился новый помощник это вот такая линейка для пластиковой канвы мне кажется тоже каюсь мне кажется что у кого-то из дизайнеров авторских схем что-то нечто такое есть не вышитая а непосредственно вот какая-то такая своеобразная линейка именно для пластиковой канвы мне кажется что она в природе уже существует подобный вариант я увидела на канале одной девушки я уже не припомню как ее звали то есть это был канал знаете из таких рекомендованных которые выпадают и вот у нее как раз таки было такого плана линеечка она была вышита разными оттенками мулине то есть более да такая веселая радужная у меня она состоит из всего двух оттенков но мне как-то так удобнее оказалось здесь светло-желтый и темно-зеленый и вот так грубкой по 10 клеточек я и вышила линейка у меня небольшая всего на 60 клеток но конкретно для этого процесса мне вполне такая линейка подошла и вот даже на примере домика да вы видите как легко можно сразу же прикинуть посчитать сколько это домик в ширину и высоту но если что можно доделать засечку и опускать линейку либо сделать ее чуть длиннее опять же если это вам нужно но мне пока что вот такая линейка на 60 клеточек вполне устраивает мне нравится в общем такой некий помощник у меня появился так что девчонки берите на заметку делать ее очень просто и быстро до берете два цвета либо берете несколько цветов опять же можно сделать вот эти полосочки по пять клеточек чтобы было возможно еще удобнее но достаточно немного времени у вас будет такой помощник опять же при условии если вы много вышиваете на пластике и вам оно надо потому что я не раз слышала что не все любят пластик как-то тяжело на нем вышивать болят руки колются пальцы но это все из серии насколько мы все индивидуальные и разные с этой работой все и давайте перейдем к следующему моему старту следующий набор который собираюсь начать это дизайн от лука с мой горячо любимый производитель и у меня достаточно много наборов от этой фирмы но почему-то я не так часто вышиваю поэтому исправляюсь и начинаю вот этот дизайн называется он пионы его номер b22 88 в гобелине я не уверена если такой набор гобелине но можно будет поискать если вам нужно в набор входит 18 аида 48 цветов и размер готовой работы 33 на 27 сантиметров в принципе относительно это не такая уж большая работа получится по итогу по программе здесь порядка 22 тысяч крестиков то есть в принципе она такая достаточно средняя работа но наверное все таки немножко переваливает уже крупным работам я не беру внимание в сравнение многоцветки хая дают это все прочее нитки я уже развесила на органайзер пока очень удобно напомню что этот органайзер на 48 оттенков ой сам органайзер на 50 а набор на 48 поэтому этот органайзер идеально сюда подошел но либо идеально подойдут его аналоги нитки я уже разрезала не все только часть так сказать для первого этапа и у меня здесь также присутствует ниточка по которой я отмеряю одинаковую длину где-то порядка 60 сантиметров я нарезала потому что я заменила основу и вышивать я буду в этот раз на аиде 20 каунта соответственно я буду вышивать в одну нить захотелось мне поэкспериментировать немножко работа уменьшится с 18 на 20 незначительно конечно это не такая большая разница если была бы 14 основа дело в том что этот набор у меня в подготовленных лежит уже больше двух лет вот тогда еще когда я активно была на ютубе где-то летом я планировал начать этот сюжет но не срослось а подготовка уже практически была еще тогда я решила что буду вышивать на 20 аиде вот мне так захотелось опыт на такой мелкой основе у меня есть результат мне нравится поэтому мне кажется что и в данном случае все будет хорошо но я по крайней мере на это надеюсь и я в это верю соответственно вышивка будет в одну нить это будет немного легче но и расход нитей будет тоже меньше поэтому до остатков от этого набора будет приличное количество но посмотрим как она выйдет по итогам для тех кто впервые видит наборы от лука с я покажу вам кусочек схемы вы видите что она вот сравнению с рукой достаточно крупная да она черно-белая символьная и здесь нужно но так хорошо привлекнуть гоночка чтобы их отслеживать и не путаться но в этом плане хорошо что схема крупная правда она находится на 6 листах формата а3 достаточно крупные такие листы но я нашла перри набор не знаю насколько он верный и хороший я буду периодически сравнивать его с бумажной схемой на этом я буду с вами прощаться буквально ненадолго для меня пройдет неделя для вас пройдет несколько секунд и мы с вами увидим результат моей работы сегодня у нас 22 марта вторник вчера не удалось мне записать видео поэтому записывать его сегодня и как вы видите на своих экранах мои скромные продвижения падшего пионов хотя как скромные здесь уже 10 процентов между прочим и чисто теоретически за 9 других недель можно благополучно завершить эту работу на скорейший итог я не ставлю планов но концу этого года увидеть эту работу готова я бы пожалуй хотела поэтому буду к этому стремиться по мере возможностям не хотелось успеть завершить вот этот пион чтобы они оба были уже готовы но не случилось ну наверное потому что я вот здесь это увлеклась фоном ничего страшного что есть то есть иной раз мне кажется и хочется назвать их розами потому что под определенным ракурсом все-таки они где-то местами похожи на розы но будем придерживаться правила что это все-таки пионом что хочу сказать в плане отшива именно потому что это 20 каунт и вышивка в одну нить все очень здорово и действительно какие-то участки летят вышивать достаточно просто и легко потому что я не трачу время на укладывание стежков как это обычно бывает при вышивке в 2 либо в 3 нити в этом бане все хорошо но по поводу самой схемы это далеко не самая простая схема и в частности у того же лука с потому что есть какие-то сюжеты плане разработки попроще здесь же конечно присутствует мишенина приличная и причем еще здесь также есть ряд оттенков которые очень близкие сами по себе то есть их отличия вот в такой жизни до на органайзере незначительные и на вышивке соответственно тоже то есть как-то да это может способствовать плавным наиплавнейшим переходом в тех или иных местах но при отшиве порой ты берешь следующий цвет и тебе кажется что это тот же самый но нет это другой символ по схеме по органайзеру такое я заметила в розовых оттенках в бледных оттенках и также в некоторых зеленых на мое субъективное мнение можно было эту схему проработать еще немного лучше и тогда оттенков было бы поменьше потому что все-таки 48 цветов но это приличное количество как ни крути спасибо что здесь нету блендов потому что если здесь еще были бленды но это было бы чересчур но тем не менее и так оттенков предостаточно и если бы эту схему еще немножко как-то доработать то она отшивалась бы полегче но я отшиваю по саге это конечно упрощает процесс работы нежели по бумажной схеме но я также слышала подобные отзывы от набора с розами тоже от лука с и я видела несколько отшивов и также комментарии девочек которые отшивали что достаточно сложно шел процесс наверное типе она можно отнести к подобным разработкам но как получается по итогу мне нравится я не жалею том что я заменила основу в принципе если при близком рассмотрении посмотреть на эти крестики перекрытия достаточно хорошие до местами может светить канва в темных оттенках но такое бывает и при вышивке в две нити а в общей гамме мне нравится как это смотрится конечно крестики очень маленькие такие хорошенькие аккуратненькие я бы даже назвала это местами ювелирной работы хотя наверное те кто вышивает микро вышивка и сейчас посмеются надо мной но тем не менее все таки двадцатый каунт крестики конечно значительно маленькие вот в сравнении с ножницами вы можете оценить насколько этот участок небольшой и наряду с тем что кажется это ювелирным также происходит визуальный обман что вроде как ты вышиваешь вышиваешь и по схеме до приличный участок но на конве это все конечно в разы меньше и порой кажется что ты топчешься на одном месте но все таки постепенно результат вырисовывается и я этому очень рада принципе на сегодняшний момент я рада любому результату для сравнения покажу превью у самого набора конечно же до сравнения не совсем соответствующие потому что на превью здесь не отшив скрин из программы но вроде как все похож но можно сделать скидку на то что в оригинале все-таки вышивается в 2 нити на 18 конвея поэтому чисто теоретически работа на 18 конвея она получилась бы поярче у меня получается немножко да такая нежнее работа но мне нравится мне нравится и я думаю что по итогу когда она вся будет вышита оформлена на стене издалека будет смотреться не менее красиво и так как здесь присутствует определенная мешанина оттенков и некоторые цвета они разбросаны но находится на небольшом расстоянии я здесь позволяю себе сделать протяжки все-таки 20 каунт позволяет это делать потому что расстояние кажется не таким уж и большим сейчас я вам покажу вот собственно да видно и вот эти светлые протяжки какие-то конечно зашиваются в ходе работы какие-то остаются то есть это в основном те цвета которые вышиваются последними но до изнанка не супер какая можно сказать и ужасное но тем не менее прям километров протяжек здесь нет и все заправлено никакая ниточка не вылазить не болтается для меня конечно первоначальное значение имеет лицо нежели изнанка вот поэтому да в этой работе я позволяю себе делать такие протяжки в основном конечно на более крупных каунтах ну три-четыре крестика под изнанкой наверно да это такая максимальная норма в дальнейшем я предпочитаю ниточку заканчивать следующий проект который был не запланированный я на самом деле собиралась начать совсем другой сюжет набор в моих мартовских стартах и вообще их планировалось всего четыре но в данном случае их будет 5 это совместный отшив пасхальный переполох из группы вконтакте дизайнер ольга ланкевич когда только вышла заявка на подобный совместный отшив я посмотрела до симпатичный зайка но я не сразу решила в нем участвовать я дала себе время подумать но слишком долго я не думала же буквально на следующий или через день я начала отшив этой зайки и нам нужно было успеть до 20 марта выложить фотографию готовой работы в альбом чтобы продолжить дальнейшее участие совместные отшивы бесплатные но если вы не успеваете отшить схему то ее можно выкупить за 200 рублей собственно вот такого первого зайку я вышила хочу вам показать поближе здесь используется немножко три четверти крестика в его глазках и также вместо французских узелков я пришила бисерпетит не стала крутить фразовки хотя это вполне реально сделать на пластике в работе используется немного цветов схема достаточно легкая и простая и на самом деле при желании можно вообще за день отшить подобный дизайн но у меня уходило где-то дня полтора вот уже выше ты готов 2 с ананасиком тоже такое забавно немножко испуганный застукали за поеданием ананаса хотя немного мне кажется что вот здесь вот это больше похоже на лимон на разрез лимона но ладно дизайнер сказал она нас пусть будет ананас как вы видите я их решила оформлять на шпажки прикрыла ленточки не знаю будут ли дальше ленточки такого же цвета или каких-то других посмотрим по дизайнам потому что мы не знаем какие будут последующие зайки и сами яйца может будут какие-то другие животные все это очень на самом деле интересно да существует некая интрига на каждого зайца дается всего три дня и в принципе наверное я бы могла на этом и закончить мартовские старты но так как схемы простые легкие и вышиваются достаточно быстро все-таки какой-то промежуток времени у меня остается поэтому я пожалуй начну планируемый дизайн и сейчас я покажу о чем я говорю а начать я хочу набор от фирмы панна выходной как я и планировала в начале года ну точнее как планировала до особо то я про планы и не говорила но мне хотелось да именно в этом году вышить этот набор поэтому я не вижу ничего плохого чтобы начать его в марте а там как пойдет напомню что данный сюжет мне напоминает графскую пристань моем родном городе севастополе хотя я слышала мнение других вышивайся что это немного другой город с похожей пристанью все может быть на самом наборе не указано что конкретно здесь имеется ввиду поэтому если подобные пристани имеются в нескольких городах но это здорово это хорошо моем случае это конечно же севастополь я распаковала уже набор чтобы обложка не бликовала и не было дополнительных шумов и давайте быстренько пройдемся по составляющим вышиваться работа будет на шестнадцатой аиде белого каунта вот собственно она и если вы присмотритесь то вот эта часть неба белого она не зашивается то есть можно сказать что одна четвертая если не одна треть работы здесь не вышивается готовый размер работы будет 21 на 29 с половиной сантиметров и в принципе может быть получится оформить эту работу стандартную рамку 20 на 30 тем самым хотя бы на какое-то время любоваться ей оформленной до возможности посетить багетную мастерскую стать все было вот такая бумажечка что на фирме гамма открыты вакансии дизайнеров художественников художников менеджеры по снабжению менеджеры по продажам и администраторы розничных магазинов возможно для кого-то эта информация на данный момент будет актуально обращайтесь фирму гамма может быть у вас появится новая работа далее на таком листочке здесь кстати забавное примечание вышивка станет отличным подарком для рыбака на любой праздник но я не рыбака от слова совсем и для меня это да немножко имеет другой смысл здесь у нас есть ключ достаточно такой обширный ключ вообще в работе 39 оттенков мулине и вы видите что здесь присутствует крест в два сложения пол крест 2 сложения что в принципе хорошо присутствуют бленды креста и полукреста также немножко французских узелков и само собой бэкстич что меня порадовало что здесь схема представлена в двух вариантах конкретно для бэкстича и конкретно для крестика это очень хорошо очень здорово схемы как вы видите достаточно такие крупные все четко видно так как у меня нет перенабора на данную схему я надеюсь что бумажные схемы мне помогут насладиться этой работой немножко задумалась просто я отшивала от панны своих енотов но я не припомню чтобы там было два листа схемы но может потому что там самоработка небольшая и там того бэкстича немного здесь все-таки сама вернемся ключу здесь 9 цветов бэкстича поэтому наверное да разумнее иметь отдельную схему для него и нитки нитки представлены на двух планшетках перевязаны тоже ниточкой мулине каких-то оттенков больше каких-то меньше вот это все нужно разбирать как видите я еще не подготовилась к этому процессу должным образом не натянула основа не подготовила органайзером потому как из пустых органайзеров у меня свободен только один вот этот маленький на 24 цвета и конечно все здесь не поместится я решила как организовать для начала я организую полукресты и бленды как в крестике так и в полукрестике оставшиеся ячейки я заполню крестами которые я буду вышивать в первую очередь как и обычно я начну с правого нижнего угла собственно да с вот этой пристани то есть мне не надо будет прям все все оттенки поэтому часть вот этих скажем так крестов которые здесь участвуют я навешу здесь уже пойдет полукрест будет достаточно все понятно и легко и в дальнейшем когда какой-то из других проектов у меня закончится и освободится органайзер я уже организую все последующие нити так я для себя решила поэтому собственно после записи этого кусочка я займусь организации ниток и что касается основы здесь я решила снова заменить с белой аиды на belfast 5139 вот такой голубой в разводы вот может он не совсем вам видит хотя вроде как на камере передается да здесь они ярко выраженные разводы они достаточно такие нежные плавные и в идеале конечно было бы вот так вот и вышивать чтобы разводы были горизонтальные но как видите кусочек мне отрезали вот таким образом и разводы будут вертикальны буду вышивать так как есть в надежде что это не испортит дизайн но опять же это эксперимент своего рода да и как говорится кто не экспериментирует тот ничего не делает вот но я шучу конечно кстати виден задник у него достаточно однотонный до голубенький то есть развода у нас только на лицевой части вот я думаю что будет смотреться неплохо если вот это не зашитое небо будет иметь такой оттенок опять же по ходу работы я посмотрю вышивать ли мне полукрестом вот эти облака или можно будет обойтись без этого я пойду готовится к отшиву запяливайте снова подготовлю органайзер и уже через неделю до концу марта с вами вновь встречусь чтобы посмотреть что же мне удастся отшить за этот небольшой период параллельно вместе с пасхальными яйцами вот мне самой интересно сколько удастся отшить и при занятости и вообще при всем дох хотела на секунду показать мне пришли два набора сайта 123 стечь я планирую видео именно о покупках и подарках но она затягивается откладывается на непонятный срок потому что основную посылку я жду из россии сейчас как вы все знаете подразумеваете с доставками сложности поэтому собственно ну когда-нибудь да до меня дойдет то что я заказала но пока что есть чем заняться есть что вышивать и я вам покажу быстренько что же мне пришло мне пришли вот два таких набора я помню что я не снимала видео о планах на этот год и в принципе не планирую его делать потому что то планы такое дело сегодня ты хочешь вышивать одно завтра другое послезавтра жизнь вообще вносит свои коллективы хотелось бы отшить эти два сюжета в этом году как и видите здесь у меня символика хэллоуина паучок с паутинкой здесь у меня рождественская тематика носочки на фоне камина вот этот сюжет я наткнусь на него достаточно давно причем я увидела именно перри набор меня заинтересовал этот сюжет и впоследствии я уже приобрела сам оригинальный набор я не планировал его вышивать подбором просто уже как говорится заранее у меня есть перри набор картинка достаточно милая интересно хотя зная по себе что когда камин горит от него идет такой жар такое тепло что в пору сидеть в майке в шортах они в носках но сделаем скидку на то что наверное огонь только-только разгорается и парочка которая находится рядом с этим камином да она пока еще все в носочках греется напитывается теплом в общем достаточно такой милый уютный сюжет очень мне нравится заказывала под него и аиду мне хотелось заменить перфорированную бумагу но ее не оказалось на складе именно того отреза который я захотела поэтому посмотрим дальше либо оставлю как есть либо попытаюсь еще раз заказать здесь бесит пришивной элемент нитки как обычно и то же самое и здесь вот из кстати из представленных сюжетах мне особо здесь ничего не зацепило а вот здесь вот забавным показались вот эти шлепки такие они классные летние до интересное в общем можно будет занести его в свои и вот что мне удалось отшить буквально немножко но и это хорошо и собственно главное же было начать поэтому я и начала сколько отшито все моем напомню по превью это у меня нижний правый угол и это как раз вот две тени на деревянном покрытие скажем так и пока что да не особо это все понятно позже линии бэкстича уже будут видны очертания вот этих деревянных досок на самографской пристани ну на самом деле я давно уже не была на родине этим летом будет три года к сожалению так получается что достаточно долго мы раньше бывали там раз год ну ладно в общем я к тому что раньше на моей памяти там был деревянный настил как сейчас помнится мне его реставрировали но я надеюсь что принц остался тот же но в общем когда я когда-нибудь там побываю я обязательно спущусь в это место и посмотрю изменилось там что-то или нет в плане отшива в принципе все нормально есть небольшие вопросики к ниткам ну как сказать да нарезка не длинная где-то 60 сантиметров это конечно маловато но в принципе можно и к этому приспособиться ничего страшного качество не так вот узнаете вот от набора к набору я не знаю с чем это связано и я помню как-то уже говорила что нити гамма в матках вот именно который продаются отдельно как-то выглядят получше чем в наборах в данном случае как бы пока нитки ложатся но могли быть и лучше знаете как и пожелание вы могли бы укладываться и получше но ладно что имеем то имеем я стараюсь их где-то поправлять если мне что-то не нравится но опять же сильно убиваться по крестиком я конечно не хочу здесь есть один момент сейчас я приближу вот видите что здесь полукрест и у меня были некие сомнения в том плане что я же заменила основу с белой на голубую и будет ли это смотреться нормальным но вроде как вроде как смотрится ничего полукрест он немножко просвечивает основу чем крестик но вроде но на мое усмотрение как вам вроде ничего то есть не так все критично как могло бы быть переделать я ничего не буду оставлю как есть и я думаю что и в дальнейшем как раз бэкстич он немножко тоже прорисует всю картину и в общем я не жалею замене основы если что мне нравится натянула я работу на q snap и хотя хотела натянуть на пяльца но получается что припуски небольшие у меня где-то по 5 сантиметров и так как работа не круглая да она все-таки прямоугольная то на пяльцах для пялец маловато вот этих припусков либо очень близко краю пялец в общем не очень было удобно вышивать поэтому я нашла свободные q snap и 2828 и вот впритык но запялила и натяжка хорошая все отлично будем вышивать продолжать со временем ну и собственно это уже был последний финиш да и последнее продвижение по моим стартом и наверное следует подвести некий итог как вы считаете я думаю да стоит вот они мои мартовские старты давайте сейчас быстренько по ним еще раз пробежимся первая авторская схема ирины лосевой группа вконтакте пряничный лось называется цветы поэтов меня кстати ирина нашла сама я думала знаете когда я уже выищу готовую работу я тогда уже буду выкладывать фотографии и отмечать автором она меня нашла по посту в инстаграме и попросила фотографии именно продвижение этой работы я и безусловно их выслала ну и думаю что надолго эту работу я откладывать не буду и скоро мы увидим по ней финиш следующая работа на пластике это реплика от dimensions я честно не знаю как называется от набор если вы знаете напишите пожалуйста в комментариях ну будем называть его велкам третий старт это пионы от лука с 4 это выходной от фирмы пана и мои яички с зайчиками да совместный отшив пасхальный переполох напомню что меня готов вот такой зайка следующий с ананасом еще у меня готов на голубом фоне зайка с бананом и на ярко красном фоне зайка с яблочком мне не очень нравится отшивается быстро результат очень симпатичный и я с удовольствием принимаю участие в этом совместном отшиве и жду следующего зайку интересно в каком он цвете я очень жду фиолетовых оттенков знаете почему-то хочется вот какого-то такого нежного фиолетового оттенка мы посмотрим все это зависит от дизайнера как видите я их оформляю одинаково на палочку с бежевой ленточкой немножко до видны уголки фетра но буквально чуть-чуть ну и сектор я подбираю под основной цвет яичко а там как получается и они у меня находятся красивом горшке горшок наполнен рисом и я их вот так вот поочередно втыкаю и получается такой прикольный тандем мини банда классное украшение впоследствии можно и на стол и и куда угодно палочки у меня разной длины какие-то покороче какие-то по длине и это все тоже не просто так чтобы они немножко отличались по высоте и тем самым были видны всем но по возможностям в общем да это такой пятый старт да и все-таки работа еще не завершена куда бы их так сложить и но нам но пусть вот так вот так вот по своим впечатлениям что хочу сказать мне понравилось как это ни странно то что в принципе я привыкла если брать какую-то небольшую работу я и начинаю заканчиваю да я не говорю каких-то глобальных процессов которые можно естественно растягивать на протяжении какого-то периода временного или вообще там брать полгода или год здесь ситуация немножко иная да на каждый старт я давала себе неделю и в принципе значительные где-то продвижение где-то достаточно скромные но в общем мне понравилось на данный момент стартов достаточно и надо все эти работы продвигать какие-то по возможности заканчивать но я не исключаю того что нечто подобное я бы наверное повторила может быть осенью или в преддверии зимы или возможно в следующем году не знаю но возможно да я бы такой опыт повторила еще раз но и получается сейчас у меня предостаточно начатых процессов 5 которые вы видите сейчас 6 это мой морской сэмплер которому я давно уже не притрагивалась надо будет все таки уделить ему хоть немножко времени в апреле по возможности еще мне есть седьмой процесс который я не показывал на черной конвей и я думаю что я его покажу уже когда он будет готов поэтому да как видите стартов предостаточно и новых я не планирую но есть задумка я себе заказала пойду а должна прийти доставка на этой неделе и мне очень хочется ее украсить вышивкой потому что на этой пойти нет никаких надписей никаких эмблем ничего она девственно чистая и мне кажется на не очень будет смотреться хорошо определенная вышивка в общем об этом то поговорим по случаю когда это случится я все обязательно покажу с вашего позволения я украду у вас еще несколько минут и кратенько выскажусь хотя на самом деле хочется сказать намного больше но не буду скажу кратко и постараюсь выбрать правильные слова но как показывает практика человек который хочет обидеться он найдет способ за что зацепиться поэтому буду говорить как есть надеюсь что вы меня услышите цель этого видео но помимо всего того что вы видели буквально секунду назад я хотела показать этим видео то что жизнь продолжается мы с вами на сегодняшний день живем и будем жить и дальше сколько неизвестно я сама лично не знаю сколько мне суждено прожить на этой планете надеюсь что долго но как говорится одной надежды мало поэтому надо жить сейчас продолжать жизнь возможно где-то и и улучшать возможно улучшаете непосредственно себя продолжать делать привычные нам вещи да там есть пить спать отдыхать созерцать а также любить уважать сострадать поддерживать молиться и так далее сейчас и именно такое время когда многим людям нужна поддержка я сейчас не говорю за себя у меня все хорошо ну в этом плане скажем так и я это говорю не потому что вы сейчас побежали меня поддерживать нет у меня все все в порядке я говорю за других людей и собственно я поддерживаю кого словом кого делом сейчас для некоторых людей это нужно как воздух свою очередь я не могу искренне не могу поддерживать людей ну скажем так из уст которых выливается яд воспринимаете это слово как хотите и я просто оставляю человека наедине с вот этим всем я не вступаю ни в какие полемики ни в какие разборки доказательства мнений споры мне это не надо и этому человеку тоже это не надо я просто прохожу мимо как один знаете из таких ну неких советов рекомендаций дышите глубже смотрите шире ну наверное каждый поймет эту фразу по-своему опять же разжевывать каждое свое слово простите я не буду иначе это затянется не пойми насколько я за мир во всем мире вне зависимости от национальности от религии от цвета кожи от разреза глаз и я хочу чтобы для всех людей был мир но моего вот этого желания моего стремления этого мало это вообще ничтожно мало если другие хотят соответственно другого если мы все будем стремиться к миру к уважению друг друга то есть надежда что что-то в этом мире изменится и жизнь станет лучше для всех очень хочется чтобы все страны дружили чтобы мы друг другу помогали поддерживали они каждое тянуло дело на себя образно говоря то что я наблюдаю сейчас мне не нравится еще по какой причине я вообще за справедливость всегда была и сейчас конечно сравнивая с определенными событиями прошлых лет с многими событиями прошлых лет давайте так я вижу эту несправедливость к сожалению и вообще порой кажется что справедливости нет я вижу выборочную солидарность выборочную толерантность двойные стандарты это я тоже вижу казалось бы мирные люди они во всех странах одинаковые но нет то что происходило там допустим 10-20 лет назад это ладно это окей ничего страшного а то что происходит сейчас это типа ой ай-яй-яй меня все люди мирные люди до которые вот страдают просто страдают для меня они все одинаковые мне одинаково жалко всех людей как сейчас так и до этого кто пострадал от военных действий любых стран к сожалению этого изменить не могу я это изменить не в силах что я в силах и что наверное в силах вы что вообще делать отчасти сейчас займитесь собой займитесь своей жизнью своей семьей своими родными своими близкими наладьте хотя бы мир вашей семье да вот создайте благополучие спокойствие порядок вот ваша маленьком мире это уже будет хорошо это уже будет некий вклад в общие но мне так кажется вот это вот все наш будет увеличиваться до любовь к всему к всему живому уважение помощь поддержка это будет только увеличиваться ну то есть как говорится да что посеешь то и пожмешь вот поэтому если вы будете сеять любовь вы будете ее потом пожимать опять же это мое мнение мне так кажется я могу быть тысячу раз не права вы можете мне это тысячу раз написать в комментариях маленькое обращение вот особенно к любителям написать указать что мне надо делать именно сейчас не видео снимать не вышивать а идти там туда-то кричать кто-то говорить это и так далее послушайте я маму свою не всегда слушаю чего вы взяли что я буду слушать вас незнакомых мне людей и почему я должна в угоду вам то есть чтобы угодить незнакомым людям я должна где-то возможно предать себя прогнуться под вас на каком основании простите этого делать не буду вот эти подобные фразы для меня воспринимаются как манипуляция на манипуляции я не реагирую поэтому можете не пытаться к этому я могу добавить лишь одно давайте вы не будете мне говорит что делаете я не буду говорить вам куда идти пожалуй на этом все берегите себя и берегите в себе человека